Школьный музей Чунаковской школы Перед нами предметы, которые были найдены на огородах, на местах бывших домовладений жителей села. Перед вами стенд, который мы называем «Так жило живет в село моё родное», который повествует о истории села, о древних памятниках нашего села. Самые знаменитые, самые лучшие времена жизни нашего колхоза приходятся в начало 80-х, начало 90-х годов. Именно в этот период председателем колхоза был Андреев Василий Петрович. И именно он, как председатель, сделал очень много для развития колхоза. Перед нами стенд, рассказывающий о творчестве чунаковских жителей. Здесь замечательная история и глиняные игрушки, настоящий творец и умелец, который Широкова Валентина Анатольевна. На следующем стенде мы видим историю чунаковской школы. В 2022 году школе исполняется 140 лет. Гордостью школы является учитель географии чунаковской школы Русовой Татьяна Евгеньевна, которая в 1996 году стала победителем областного конкурса учителей и вошла в число 15 лучших учителей России. В этом стенде мы в комнате победы чунаковской школы, которая является партнером музея Победы Москвы. Здесь стенд «Они погибли, защищая Родину». Более 117 человек не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. В музее в нашей комнате победы мы видим наших героев, чунаковских жителей, погибших в мирное время в армии. Перед нами настоящий гимнастерка, в который пришел с фронта наш земляк Еремин Василий Петрович. Экспозиция, расположенная в коридоре школы, находится стенд, посвященный сурскому оборонительному рубежу. Победники нашей школы провели большую работу, чтобы найти живых участников. Собрали большой материал, провели фестиваль, где выступили с активой создать памятник строителям оборонежа. И эта задумка была осуществлена осенью 2020-го. Следующая экспозиция нашего музея, большая экспозиция, посвященная участникам Великой Отечественной войны. Это те, кто вернулись с фронтов Великой Отечественной. Есть среди них, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Именно эти фотографии мы берем и принимаем участие в ежегодном шести бессмертного полка на 9 мая.